да для про помады для губ у меня же есть специальное видео с красными помадами уже мы уже тут да вообще это просто я всегда боюсь я не знаю я сейчас я буду вас покупать себе я хочу что-то что к моему цвету в принципе подойдет но то что у меня есть у меня вот есть наверное более вот такое может быть чуть-чуть и в эту сторону и мне кажется она либо ярко мне все говорят руслана сделай ярче губы многим нравится потому что на камере совершенно другое я почему вот это максимум то что я накрасила как бы из яркости надо ли мне делать яркие более может быть это должен быть более матовый самое первое что нужно с чем нужно определиться вы хотите матовую текстуру которая будет стойкая не будет отпечатываться будет выдерживать большое количество времени либо вы хотите увлажняющую глянцевую которая будет больше питать губы убирать стены сухость немножко подлечивать вот теоретически чем больше чем тем она блестящий тем она жирнее я так размышляю и значит более питательная наверное по эффекту мне нравится матовость но она подсушивает возможно поэтому я текстуре масло вот давайте промазал больше подсушивать те которые меньше те которые подсушивают меньше по стойкости чуть-чуть уступать более логично так самую среднюю матовую которая меньше всего слушать классическая матовая помада есть еще жидкие по оттенку что вам лучше выбирать если вы хотите поярче но не слишком кричащие выбирайте оттенки которые будут уходить немножко в серовато-коричневатый подтон то есть оттенок самый универсальный очень популярен оттенок для невест для всех славянских девушек на каждый день он розовый но при этом он не такой не коричневый и не коричневый и не такой красный вот в сравнении вот розовый это что было за и вот коричневый седьмой тон плотном нанесении это тройка а это двойка а вот это почему-то я на него он будет достаточно яркий он яркий холодный он будет вам но если вы хотите понатуральнее лучше выбирать приглушенную еще из холодных розовых очень красивый 6 тоже с сероватым и живички какой-то такой вот это вот этот и вот это у вас внешность чуть приглушенная поэтому выбирать оттенки помад тоже следует а это вот на матовые посмотрели нет самого начала это самая глянцевая это две увлажняющие помады глянцевые вот это увлажняющие глянцевый серия сэмфир это сериалами италия она по оттенкам как-то наверное все таки как-то здесь есть коллекция розовых коллег вор нюдовых коллекция красных и коллекция винных мы четыре тона в каждой коллекции в золотом этом исполнении коробочкой золотой она открывается нажатием как оригинально за 783 самый классический будет 12 просто красный с холодным подтоном как мы проверяем холодный подтон в растушевке если тушуется в розовый значит помада с холодным подтоном и и скорее всего она будет вам визуально выбеливать зубы вот поэтому наверное мариновый подтон есть более теплые для сравнения она тоже будет уходить немножко в розоватый но если сравнивать с этим то видите чуть чуть-чуть оранжевее это вот первый был какой-то номер двенадцатый потом один и более холодная светлая десятая будет такая рубиновая это же такой цвет прям вот фуксия такая да здесь тоже есть красные винные и таких трендовых одаренный молодежно и не только просто для меня табу какое-то внутреннее на помады и на малах такого цвета я вот опять же очень красивый оттенок так ну кстати вот кстати вот это да мы взяли 20 что-то какой-то микс для меня между да между нюдовым каких-то ярко агрессивно красным тут же запутаться конечно стоимость самая дорогая а 783 это она как называется вы сказали ламия италия вот она вот вся идет altamoda 485 сапфир атласная она будет увлажняющая с гиалуроновой кислотой но опять же хорошо вот сюда вот в эту коллекцию что для розового фламинго холодный розовый очень красивый тон она чем-то похожа по нанесению даже как блеск да какой-то она таким возможно до пощениям это это то что мы вот я его куда и вот он еще очень интересный оттенок 942 но он чуть-чуть теплее и премиум голд самая большая линейка 379 и вот кстати она тоже 696 до и 783 вот самые две как бы по стоимости и но это уже классика то что мы классика комфортная кремовая помада достаточно хорошая стойкость она не сушит клубы но и дополнительного увлажнения на не дает как это все можно заказать у вас на сайте конечно все можно заказать на сайте для жителей беларуси пока что но мы работаем над этим со временем и для других стран это будет доступно то есть это через почту получается доставка да доставка осуществляется через почту а заказ вы оформляете на сайте официального я скину я обязательно скину для всех кто интересуется так по помадам но это же помада а есть еще любимые блески давайте про все помады да еще есть так металлик вот это очень было громкое дело в интернете даже не видела ежевички вот какой-то вот этот по моему что-то вот этот мне подарили нашумевший красный седьмой тон входит всем 599 на 6 рублей но они создают такую как эффект пленочки он подсушивает немножечко неслику вы предварительно не увлажнены не нанесли скраф есть какие-то сухие участки конечно вам будет дискомфортно потому что эта текстура не питает она не дает дополнительного увлажнения то есть история если если на обеде подкрасил губы то лучше наверное вот чем-то таким а если изначально ты выходишь там из дома и все правильно можешь базу сделать то вот это будет очень даже интересно на самом деле зависит все больше от состояния губы да если вас ничего не беспокоит можете любую помаду использовать но на более сухие если как бы не на подготовить вот как бы может не понравится допустим но мне решать вопрос сверху вы наносите прозрачный блеск либо бальзам да 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 а смывается смывать можно мицеллярной водой можно чем-то для снятия стойкого макияжа но она держится больше она как бы не съедается до конца максимум если у вас яркий какой-то тон который отличается от тона ваших губ и от слизистой вас после приема пищи максимум сойдет слизистая подкрасить но интересная коллекция нет мат она будет абсолютно она будет 620 она будет матовая и здесь не удавается но они все-таки интересных таких самых популярных 10 13 14 18 и 17 но вот из-за раздела давайте что-нибудь это пробники дамы можно что-нибудь для нас для розового фламинго 17 очень красиво она остается в таком же блестящим такому потом она получит застывает да она становится абсолютно матовой 14 оттенок более приглушенный и практически одинаковые но все-таки разница и десятый самый светлый родинки 14 10 14 и 17 есть еще очень яркий 15 тоже холодный розовый но он тем очень яркий но он тоже будет из разряда подсыхает матовую подсыхает у нее текстура более муссовая полупрозрачный слой поэтому сушить она будет менее меньше чем все еще есть коллекция true мат она будет более яркая более плотная более стойкая но и сушить она может чуть-чуть сильнее к ней губы обязательно подготовка то есть вот эта подготовка обязательно если хотите чтобы помаду лучше делать подготовку тогда будет ровнее мечтать на форт и стойкость будет больше но он там по восприятию все равно вот эти и вот эти более дают немножечко такой суховатый вот это даже самое лидер это будет более комфортно практически такая же как нет мат просто нет мат ложится тонким слоем вы можете и это тоже вы можете просто потушевать вообще любую помаду можно наносить с тонким слоем сейчас покажу а можно плотно и цветы как ну конечно линейки я смотрю замечательно во всяком случае для меня сейчас они более подходящие такие с розовиночкой с нюдовым таким вот это что это 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 пигмент жидкий он как водичка и для чего и куда его и вместо губы так можно наносить на губы он впитывается и оставляет только цвет без какой-либо текстуры как от помады как от блеска тонким слоем нанося выгодить отбиваться очень натурального эффекта ваши губы только чуть более красные а что самое такое более розовое самый популярный вот двойка просто красный самый розовый это четвертый фуксия он будет ядреный для меня или нет он будет просто розовый опять же следите за тем что цвет ваших губ не такой же как на руке поэтому на губах она будет более приглушенным в один но его без карандаша если вы хотите что-то наносить на губы и потом тинт тинт не будет впитываться он будет соскальзывать ну и точно также под низ его как-то комбинировать с помадой тоже смысла нет он перекроют если помада будет перекрывать тинт но вы можете наносить несколько слоев тинт он будет ярким сверху наносить помаду и если вы пошли на какой-то прием кушаете то у вас будет интеграция помада а слизистая будет прокрашена а он сам по себе увлажняющий или нет и это же не все еще есть карандаши для губ классические комфортные достаточно стойкие не сушат можно полностью заполнять губы будет эффект матовой помады можно под помаду карандашом деревянные точку вот то что опять же подходящего не универсальная будет один он должен быть темнее то есть уже сейчас вообще в принципе вы можете под ярко-красную помаду взять какой-то фиолетовый карандаш и выделить конкретно тушевать границу и в центр нанести более светлую помаду будет создаваться эффектом брен карандашом нужно только контур или можно и полностью заштриховывать и губы но вы можете плотно либо просто стушевать это обязательно и это классика это обязательно я не знала просто я недавно я смотрю теперь петрова некоторые жены красит господи зачем он закрашивает как карандашом а все губы что он с ума сошел зачем я только контур красила лучше если вы красите только контур лучше чуть нет уже теперь нет я уже теперь поняла что нужно делать полностью начинать с контура но просто если вы будете наносить поверх этого контура отдельно прозрачный блеск у вас контур отдельно это ужасная история поэтому если цвет карандаша не совпадает с натуральным оттенком вашего если совпадает еще куда-то так не делать то есть так 357 опять же чтобы самый популярный одиннадцатый он подходит всем девушкам можно ли то что вот нужно вот он вот такой бежевый нос если не жизнь еще 10 он будет более светлый бежево-розовый тоже вот 10 11 10 для более бледного 11 для более насыщенного красота карандаш подберем когда я вот возьму помаду выберу сейчас чтоб не запутаться я уже если честно она и блески же да что и мы же еще вообще не все у нас из коллекции парадиза опять же ждая вот этим розовеньким это новая коллекция увлажняющие блески с витамином вот они будут с влажным финишем очень комфортно они из это самая не липкая текстура из большинства блесков которые имеются как любой блеск они могут не могут прилипать волосы но они достаточно беспроблемно ну и с витамином более увлажняющая такая тема они один в один вот например вот этот вот или будет немножечко они их можно нанести полупрозрачно а можно более плотный вариант то есть от слоя зависит а если еще с большей розовинкой что-то может быть это что мы пробовали какой-то это 4 холодный розовый вот такая розовинка более теплая персиковая а если розовая розовая это вот наверное пожалуй 4 самый будет такое как это увлажняющие с витамином парадиза в этой коллекции есть жидкие матовые помады они тоже будут стойкие они но они тоже по цветам похожи очень как бы только по текстуре будет немножко отличаться стойкая жидкая матовая помада она более она застывает она пигментированная застывает по текстуре она более плотная чем нет мат еще более комфортная для вас по оттенку можно если что-то нет двойку после застывания они чуть-чуть темнеет становится и очень красивый 6 оттенок это если вы не хотите красную вот-вот из разряда ежевички которая это вот мы здесь брали то что самый яркий из помады вот этот и вот он к этому более не живичка еще и очень красивый 10 он подходит всем если вы понимаете что хотите красную помаду или 10 классический ух ты шикарный лена лена мне дарила ты помнишь красные помады жиж я не помню просто я так мне так глаз прямо разбежался что я хорошая но на здесь одна не ошибетесь что еще блески пройдемся по месту вот эти да вашим глаз они с эффектом зеркального да вот вот наверно вот этот мой был это же давно давно он розоватый с блестками голубыми и желтыми будем чтобы было видно ага он получается как белый он дает но его в принципе можно на какую-то к примеру матовую вот то что у нас подсохла помада даешь чуть-чуть блеска даже вот на вот давайте на ижевич лучше всего наносить на помаду пальчиком чтобы на прогрессу не центр губ примеру чуть-чуть очень красивый фига это вот белый мы нанесли а если а я этот интересного на этот путь возле красного моего прозрачный он более малина такая а если еще из мы вот этот смотрели а этот будет без блеска да он будет просто глянцевый вот этот еще будет просто глянцевый холодный розовый но он прозрачный выбирайте кому какое следующая коллекция блесков это коллекция ламе италия они будут более кремовые меня прозрачные до получается соответственно или что значит оттенка просто по комфорту они будут просто как кремовая помада лежать более питающие почему они как жидкое стекло они выравнивают морщинки и лежат более плотным слоем а это а эти они более тонкими получаются некоторые оттенки сюда они да они более тонкие здесь они как бы более такая идет объем они с перламутром с блестками некоторые с цветом очень красивый 26 то есть просто блестки еще одна коллекция это космик дэнс сейчас покажу как они выглядят да вот этим я собственно говоря частенечко да вот этот вот то что мы сейчас нанесли у меня есть я им пользуюсь такой есть более фиолетово-синий вот у меня розовый мне нравится такое ощущение от него да они очень питательные они дают губы все-таки выделяют не сливаешься но вроде как и не ярко там очень актуально какие-то наращивание либо просто не видела 420 он сам по себе как бы раздает прозрачный несколько слайд более почему железные потому что железо содержится лечебные они череза кстати надо да был тоже очень популярная текстура его особенность в том что его использовать курсом до трех недель и нельзя наносить как основу под другие лаки все вот эти можно его нельзя это только лечимся надо было и курса а вот вот эти все можно все-таки как базу по суставу и по направлению действий есть те которые направлены больше на укрепление оздоровление ногтей а здесь те которые больше на смягчение есть много течень ломки расслабиться конкретно по своей проблеме смотреть потому что это тоже кстати очень важно я не помню кто-то мне писал даже что вот именно про вот эти вещи говорили но не данная фирма вообще что лечебный дайте не лечебный любой взял и пошел еще хуже стала такая на даша понимать это тоже не очень то есть сами что не помогает попробуйте сменить есть здесь еще и финиш сияющий будет давать очень просто блеск дает есть топовое покрытие это супер гель-лака то есть вот это вот на скрепку из высыхания лака не матовый то вот этого не будет делать матовое покрытие из любого лака что-то я уже взорвалась у меня нажат информации но этого не видела я возможно что внимание не обращала она каких-то в двух видах или просто здесь 464 тоже масло для кутиков да классика жанра всегда беру бальзамы это тоже ваш я как бы и не видел а есть бальзам который с оттеночком розового чтобы он прям розовый был есть розовый оттенок он прям сейчас это в серии губки неженки он будет что за вот вот я не специально это я не нет просто вот чтобы место помады иногда для ленивых да побежал себе есть вкусняшка она тоже гигиеническая но они уже без оттенка не как бы классика здесь будет очень актуально 23 февраля кстати вот это очень хорошая тему я возьму мы даже можно сразу как-то не знаю чтобы не забыть главное напомнить вау 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 но я да это лаки я конечно вот обожаю у меня ну есть и нравится качество все единственное что я для себя не люблю чтобы это было шероховатость но я так поняла его можно закрепить эти отличная тема отличный тем потому что это из области я все время что-то руками делаю на таком лаке если текстура если он где-то что-то откололся его реставрировать легче не всегда как бы заметно оттенки такие интересные проявились ну тогда сложнее блюзки стираются то есть а первый второй и третий сверху видимо но как бы как-то растянут вы можете нанести давайте его он такой вечерний конечно таки хотя сейчас действительно право что тут чего только людей вот это вот эти оттенки я не видела лимитированная коллекция этого прошлого года живой коралл здесь коралловый тон в нескольких текстурах переломутровая песок глянец и сахар сахар он даже таким этим даком очень интересно дается есть вот эти я люблю вот вот эти эти обожаю это что мне нравится маленькая бутылочка что в принципе она да и удобно и и удобно вот этот вообще шикарно он дает практически вот такой вот как французский этот очень не нравится тринамдон я пробовала красные тоже ламе италия тоже 1 очень красный шикарный такой прям аж вообще вот эти практически вот мой французский и вот еще четвертая пламя италии 1-4 оттенки они полупрозрачные для французского маникюра специально самый-самый тренд как я вчера узнала в этом году делать именно ньют на натураль так что мой корзина покупателя катюха я тебе все взяла спрей фиксатор я думаю надо взять попробовать во всяком случае я беру я не пробовала ни разу такого вида средства саша помада тоже всем помаду мужскую обязательно да ну потому что это как минимум внешне он выглядит по-мужски это важно до розовую до берем теперь что-то хочу из помады и там девочки помады давайте тогда я хотела взять тушь какой я тушью увлеклась даже парадиза однозначно да я вспомнила по поводу я не умею рисовать стрелки а я думаю это нужно прийти к вам поучиться и тогда понять потому что есть курсы макияжа для себя мы проводим в соседнем помещении вот я увидела там красивое там можно прийти записаться прийти на курс макияж для себя отлично это очень хорошо вообще шикарно потому что она конечно хорошо и классно но я я не умею поэтому 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 тени 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 вот эти двойные вам понравились я просто думаю потому что у меня смотри какие-то тети тени дома розовые однозначно давайте тогда возьмем розовая да да розовые берем вот эти две я не знаю какая у меня есть если что можно отдельно мы берем вот эту пудру которая я уже запуталась светлом оттенки которая новая которая до меняет на надо которая и матовый финиш может дать и сатиновый да мы ее берем там разошлась разошлась румяна пока есть тональники из пудра есть все как бы в одном флаконе за 1 ну и соответственно это же мне нужно пудрой наносить кисти наносить давайте пускай будет дело такое важное так и помада да 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 вот я взяла покажу девчонкам чтобы потом будут спрашивать так я взяла две помады одну стойку на стойку матовый тот пачку вот это и вторую более яркую такую стойку и увлажняющие все ничего не забыла так вот сейчас хочу показать вот я стерла собственно говоря но это вообще держится супер самое на это вот получается смотрите но это вообще шикарно спасибо огромное если не находилась это вообще я сняла огромный ролик буду монтировать грилови покупала аж на 60 рублей всего на 68 рублей просто обалдеть все что говорится хотела даже кисть из козы